Доброе утро, мир! Хотя время уже 2 часа дня. Сегодня мы едем на суд. Суд будет производиться над опасным нарушителем Артуром. Вообще надо начать с того, что, как вы помните в последнее видео на новом канале, в итоге у меня суд в прошлый раз не состоялся. И почему? Потому что... Посмотрите видео, короче, вы узнаете. А на этот раз, сегодня он будет в 7 часов вечера, и я все-таки решил обратиться к адвокату, то есть лойеру. Так получилось, что на прошлой неделе я получил еще 2 штрафа за то, что нарушал за рулем. Так вот, в рабочее время это было на рабочем вене. И в итоге я решил позвонить просто лойеру, узнать, сколько будет стоить, отбить тикеты и поинты. Это что самое страшное, поинты, которые потом повлияют на стоимость моей страховки за машину. Почему ты решил нанять адвоката? Почему так опасно то, что у тебя много штрафов? Потому что у меня уже 4 штрафа, 3 из которых повлияют на поинты. В общем, в общей сложности уже 14 поинтов есть. А уже при 11 поинтах я могу лишиться прав. То есть в Америке такие законы, в Нью-Йорке. То есть Артур побоялся, что у него отнимут права, и поэтому решил нанять адвоката? Да, права отнимают на сколько? На полтора года. Ну, у меня своя машина, я каждый день катаюсь. Плюс у меня работа связана с машиной. И вообще машина уже так плотно вошла в жизнь, что я не могу ее лишиться. Да. Надеемся, что адвокат поможет Артуру. Вот. И будет положительный исход событий. Все будет окей. Да, на самом деле адвоката я уже вчера еще оплатил сразу за 4 штрафа, чтобы он представлял мои интересы в суде. Посмотрим, что получится. Я очень надеюсь, что в итоге все разрешится в мою пользу. Я заплачу как минимум штрафов, и поинтов вообще не будет. Да. Хотеть не вредно. Хотеть не вредно, но надежда умирает последняя. Нужно не нарушать. Да, мы сейчас приехали в офис, будем заходить, но еще стоит сказать, что я смотрел разных адвокатов, лойеров. У каждого свои цены, то есть свои условия и разный опыт. Вот то, что я нашел сейчас, и то, что уже оплатил вчера. Это человек, это большой офис, у которых уже, по-моему, 10-летний опыт, ну, исходя из их слов. А также, ну, как бы, цены, они адекватные. Это и не дешево, и не дорого. То есть это такой вот середнячок. Но, в принципе, так скажем, средняя по больнице очень хорошие и приятные цены. Ну, это потом уже все. По больнице? Ну, в среднем по больнице, так говорится. Я впервые слышу. Это правда. В среднем по больнице. Друзья, друзья, что могу вам сейчас рассказать, пока мы едем 2 часа до суда. В общем, вышли мы из офиса. Коллеги адвокатов пообщались с адвокатами. Ну, с адвокатом, одним человеком. Вернее, с представителем адвоката. Адвокат будет непосредственно на суде, куда мы сейчас едем. Постараюсь объяснить, насколько ситуация, на самом деле, плохая. Вообще нехорошая. И которая повлияет на много разных моментов. Так вот. У меня сейчас в общей... В общей... Я как Лукашенко уже разговариваю. В общей сложности. В общей сложности. В общей сложности 6 штрафов. 2 я получил вот в марте, 5 месяцев назад. Видео было на старом канале. Также вот недавно на новом канале вышло видео, когда мы ездили в начале августа. И суд не состоялся. Первый комментарий, закрепленный под тем видео, Артур написал, что... Хорошо, что тот суд был в тот день закрыт. И он сказал, что вы узнаете в следующих выпусках, почему. И вот сегодня именно вы узнаете, почему. Да, действительно. Потому что лоер... Почему я говорю лоер? Эти английские слова, они так вот заезжают. Поэтому, простите меня, когда я говорю лоер... Ну, заезжают в голову, в мозг так впиваются. Потому что мы постоянно тут общаемся. Лоер, 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 лоер. Это адвокат. Многие, я уверен, и так знали. И она вот просветила, объяснила штрафы, которые были получены в марте. В количестве две штуки. Первая за превышение скорости. Вторая за то, что не было действующей регистрации на машине. Так вот, первый, он не так сильно важен. То есть он важен, но он не настолько страшный и не настолько критичный, как второй. Отсутствие регистрации у машины. И то, что я в этот момент водил за рулем на такой машине, без регистрации. Вот. Это, оказывается, идет criminal case. Это останется в criminal report. Это английские словечки говорят... Record, а не report. Не, record я сказал. Сказал report. Report? Record. Criminal record. Это что значит? То есть это, так скажем, уголовное. Это то, что очень плохо повлияет в будущем, в дальнейшем на получение гражданства в США. Повлияет на другие этики. Да, повлияет на будущие, всякие штрафы, их будет тяжелее отбивать. Отсутствие регистрации на машине, это и есть как раз-таки вот criminal. Вот. И надо постараться очень сегодня отбить этот тикет. Надеюсь, судья будет в здравом, как сказать... В хорошем настроении. Да, в хорошем настроении. Да, что он хорошо позавтракал, хорошо пообедал, чувствует себя замечательно. Да, секас был у него сегодня с женой. Вот. И... У меня аж все мысли знало бы быть. Вот. И что адвокат действительно окажется профессионалом, и у него все получится. Да, вся надежда адвоката. Потому что, как нам объяснили, то, что Артур ничего не придется говорить, все будет говорить адвокат. Вообще, я еду в качестве переводчика. Мы так изначально задумывали. То, что Оля будет переводить. И будет время что-то сказать, потом обдумать то, что он говорит, потому что я уже на английском немножко пойму. Вот. Ну, пойму, в принципе, что адвокат будет говорить. Такая стратегия. Стратегия, да. И в чем самая прелесть того, что тогда вот как раз таки не получилось, когда мы пришли вдвоем, суд был закрыт. Очень поверхностно, очень легкомысленно лично я к этому отнесся. Вот. И когда я привел довод, я говорю, вот то, что я собрался говорить адвокату, не адвокату, а суде. Она послушала, сказала, ну, типа, это то, что ему каждый день говорят. Плюс то, что, как бы, Артур не понимал всей серьезности ситуации по поводу регистрации. То есть он думал, что это так, тоже фигня, знаешь, 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 зритель. Тихо, тихо, тихо. Телефон не смотрел, а с телефона... Дебил, блин. Я теперь на людей, кто телефон, смотрю как на дебилов. Хотя сам постоянно в телефоне. А, да, это будущие штрафы, которые я сейчас вам еще объясню. Следующие два штрафа я получил два месяца назад. О них я еще пока ни разу не рассказывал. Мы опять ехали с Денисом, как обычно, на трассе, и нас остановил полицейский. Я ничего не нарушал. В тот, вот в этот раз уже нас остановили, как-то пробив по номерам. То есть полицейский просто ехал за нами, пробил по номерам, увидел, что у машины нету ни регистрации, ни страховки. Денис ее, да, почему-то до сих пор еще на тот момент не сделал, хотя штраф уже мы получили. Полицейский опять выписал два штрафа и на мое имя, потому что я сидел за рулем. Всегда штраф получает только человек, который едет за рулем. Опять регистрация, это уголовка. Это, короче, криминальный случай. Это criminal. И еще вкратце, что я сделал тогда очень плохо. Я сразу заполнил эти тикеты и отправил их, то, что я виновен. То есть я выбрал секцию, где признаю себя виновным. Ну там есть выбор, либо признаешь себя виновным, либо нет. Если признаешь себя невиновным, то ты едешь в суд и отбиваешь эти тикеты. Я когда сейчас рассказал это... Ну тут вот в офисе они сказали, типа, это плохо, вот это ты плохо сделал. Что признался или ноном, надо будет как-то сделать сейчас, обыграть так, чтобы вернуть тикеты и сделать, что ты невиновен. Вот. И потом уже с адвокатом, в суде этот вопрос решать. Но эти два тикета так, что висят. Пока что вот за два месяца, как я отправил, ничего еще не происходило. Мне никто штрафы не прислал, которые мне надо оплатить. И вот последние два штрафа, теперь поговорим немножко о них, я их получил буквально на прошлой неделе. Чисто уже мои косяки, моя вина, остановил опять полицейский. Это было уже на Манхэттене. Два штрафа. Первый за то, что я пересек стоп-лайн. То есть стоп-сайн. Я не остановился полностью, а просто поехал на повороте. Ну, знаете, этот белый кирпич на красном кругу. Меня за это остановил полицейский, выписал штраф. И второй он меня выписал за то, что у меня был телефон в руке. И на повороте, конечно, он меня увидел, я его нет. Соответственно, он меня остановил сразу. Мигалки. Вот. Два штрафа на прошлой неделе еще получил. Итого у меня шесть штрафов. И опять-таки, штрафы, которые я получил на прошлой неделе, они не такие страшные. Ну, как бы они страшные. Но не настолько, как криминальные. Они не криминальные, это просто административка. Да, поинты в количестве за два штрафа получается. То, что телефон в руке, это пять поинтов. То, что я сам пересек. Вот. Я думал, три. Оказывается, это два поинта. Сегодня в офисе сказали. Получается, семь поинтов. Плюс еще с того раза за спидинг шесть поинтов. Уже тринадцать. А при одиннадцати поинтах в Нью-Йорке права уже забирают. Ну, в плане, они не действительно становятся. И полтора года я просто не смогу ездить за рулем. А также, если в машине ездишь без регистрации и без страховки, то права тоже отбираются на год. Вот. То есть тебя вот по итогу признают виновным. Короче, самое страшное это регистрация, регистрация и страховка. Вот эти три штрафа из шести. А за то, что я превысил скорость, проехал на стоп-сайн и держал телефон в руке, это тоже штрафы, это поинты, но это не уголовка. И это все три мои штрафа. А вот другие три, это Дениса, но они висят теперь на мне, потому что я сидел за рулем, но даже при том, что машина принадлежит ему, штрафы на мне. Получается как? Он отделается просто деньгами, штрафом, а на мне будет висеть criminal record. Репорт, да, я опять сказал? Да. Criminal record. Вот. И... И пойнты. И, возможно, отберут право. Да. Блин, я просто не ожидал, что это настолько может быть страшно. Я думал, что просто все отделается штрафом, знаете, вот как... Как в России. В России просто что-то нарушил там правила дорожного движения, заплатил штраф, и все. То есть я помню, я на красный пересекал. Или взятку. Ну, это опустим. Поворачивал, без поворотников, потом этот останавливался не на стоплении, а пересекал ее. И такое все это было. И там 500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей. А если оплатишь в первые 20 лет, то вообще там еще скидка 50%. И все. Ты этим отделываешься. В принципе, штрафами. Здесь это намного сложнее. Это влияет намного, что на получение гражданства, если у тебя его нету. На то, что поднимается твоя страховка в цене. Прям сильно подымается. На сотни долларов в месяц подымается. Да, куда-либо устроиться на работу. Особенно там, где надо водить машину, очень будет тяжело. Потому что люди потом пробивают этот вот рекорд. Делают бэкграунд. Да, то есть твою историю смотрят, какие штрафы ты получал, это все. То есть это вот очень сильно действительно на все влияет. У меня уже вот эти мигалки уже пугают. Я сразу говорю, её, за мной что ли? Чего я нарушил? Знаешь, такое? Буквально еще последнее, что хочется сказать, пока что на данный момент, то, что мне очень нравится работа с теми людьми, которых мы выбрали. Ты выбрал? Ну, я выбрал, да, я выбрал. Я просто говорю, мы почему-то, но я выбрал. Мы, то есть мы с вами, зрители. Мы с вами выбрали. Ну, вы участвуйте, видите все это. Я со всем делюсь. Опыт, так сказать, печальный пока что. Надеюсь, он сложится в мою пользу. Если да, то я буду вам очень рекомендовать тем 5% людей, которые смотрят меня в США. Да, если все будет успешно, конечно, будут ссылки, номера, там, все такое, все как полагается, адреса в описании и так далее, чтобы пользовались уже проверенными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok В общем, приехали мы на час раньше, вру, на 55 минут. Через 25 минут, по сути, должны встретиться уже с адвокатом, немножко с ним перетереть, как минимум познакомиться, объяснить ситуацию, хотя он уже знает, ему передали люди, которые работают в офисе. И, в принципе, ровно в 7 часов попадем в суд, как я понимаю, и свершится оно самое правосудие. Блин, сказать, что я в шоке, это вообще ничего не сказать. Да, это какая-то жесть была. Просто жесть. Первый раз, и... Впервые кулак. Такой опыт. Просто. Опыт бомбалейла, блин. Ага. Я не знаю, даже с чего начать. Я начну, короче. Давай. В общем, все началось с того, что мы приехали сюда, и мы не знали, как выглядит адвокат, который защищает Артура сегодня. Вот. И мы тут подходили к разным адвокатам, спрашивали у них, а ты то-то-то? А они такие, нет-нет-нет. Потом мы увидели, стояли мы на парковке, мы увидели, как приехала какая-то машина, вышел из нее какой-то адвокат. Было видно адвокат, потому что они все в костюмчиках. Но, не знаю, с первого взгляда прям было понятно, что он какой-то такой вот, как будто бы он сидел себе пил пиво перед... Покидаем их. Все, пока-пока. Больше не хочу сюда приезжать. Вообще ни за что, вообще никак. Было такое чувство, что он сидел пил пиво, и тут ему позвонили, сказали, эээ, надо тут защитить одного в суде. И он такой, ой, блин. И, короче, приехал, он вывалился с тачки, с этой просто такой... Ну, было видно, что он какой-то вот, не знаю даже, как описать, борзый такой, знаете? И мы это все время обсуждали с Солей, и мы не знали, что это конкретно этот наш адвокат, но он подъехал прям возле нас, припарковался, ну да, мой адвокат, вышел и пошел сразу в здание суда. Да. И, короче, я еще шутила над Артуром, говорю, прикинь, это твой адвокат, прикинь, это твой адвокат. Мы там истории начали про него всякие придумали. Да, типа американские, он там сидел у себя, типа за телеком, пришел такой, снял пиджачок, кинул его, шевернул, взял банку пива с холодильника, достал и начал хлестать после тяжелого рабочего дня. Честно, такая, короче, американская картинка. Потом Артуру приходит, короче, смс-ка, типа от этого офиса адвокатского, в общем, твой адвокат уже внутри, заходи туда, в суд. В общем, Арту заходит, я тоже захожу, мне в итоге сказали, что я не могу туда зайти, потому что я не... Короче, переводчик должен быть от них, Артур не может своего переводчика привезти. И в общем, мне они дали зайти. Тут выходит этот адвокат, именно тот, о котором мы говорили, который... Он выходит, и я не знаю, как можно описать эту картину просто со стороны. Это было так вот, как будто, знаете, ты приходишь со школы, ты что-то натворил, и тут мама такая злая выходит, и тебя просто как будто бы за ухо так хватает, и куда-нибудь оттягивает в сторону, чтобы наругать. И жестко отчитывает. Да, вот это было именно так. Он просто вышел с этого суда, такой, выходит такой, Артур, тут Артур такой... Потом говорит, идем, отойдем. идем, идем, и прям вот так он этот борз заделал, типа, отойдем, отойдем, прям вот так вот. Как будто бы сейчас драка какая-то будет. Мы, конечно, с Артуром просто вот с такими лицами, типа, что происходит вообще? Вот. В общем, мы отошли, и, ребята, то, как он разговаривал, было такое ощущение, что он реально, я не знаю, просто отчитывает. Как бы, все, что Артур пытался сказать, или я... I don't care. I don't care. Да, он такой, I don't care. I don't care. I don't care. То есть, мне не важно абсолютно. Да. Любые наши предложения какие-то, все, что вот, наши мысли, доводы, I don't care, мне не важно, меня не волнует. Да. И все. При том, что, знаете... А потом еще спрашивают, а что еще хотите сказать? Да. Мы что-то говорим, I don't care. Да. С самого начала, как бы, вот прям, ни здрасте, ни до свидания, ничего. Вот с самого начала именно разговор вот так и начался. Поэтому у меня просто вот такой шок был. Я такая смотрю на него и говорю, типа, я понимаю, что ты, конечно, лучше знаешь, говорю, я с тобой не спорю, типа, не нужно так разговаривать. Вот. И он, в общем, вот такой борзый был все время. То есть, вообще, раньше я никогда с адвокатами не связывался. Вот. И... Он как-то занимал позицию ИСА, а не ответчика. Вот как-то так. Я не знаю даже, как это можно объяснить. Ну, в общем, он себя вел так, будто бы он вообще самый крутой адвокат в этой вселенной. Как будто, короче, он все знает, а мы вообще просто не люди, ничего не знаем. Мы просто говно. Вот так это было. Как будто мы какие-то преступники уже. Вот с нами надо так общаться, как будто мы нарушили все там... Законы мира. Все законы мира. И вообще самые грешники такие вообще все. Я думал, если это будет продолжаться, то я ему по-любому что-то скажу сейчас. Ну, то есть, жесткое прям. Но я не хотел этого делать, потому что понимал, что сейчас я вешу на волоске, а не он. И мне сейчас с ним спорить, что-то доказывать вообще нет смысла. Я все выслушаю, все посмотрю, как будет развиваться, а дальше уже видно будет. Кстати, и это еще не тот лойер пришел, который должен был приехать. Должен был приехать один, было одно имя, в итоге пришел другой. Он сам сказал, что другой лойер где-то там в другом суде кого-то защищает, да, уже? Да, что-то такое. Короче, он просто попросил меня, чтобы я пришел. Что-то он такой, да, сказал? Да, да, в общем... В итоге какая-то путаница произошла, я думаю, что за фигня, я его никогда не видел, я предыдущего никогда не видел, просто когда мы были в офисе в Квинсе, нам сказали, что будет конкретно этот человек, он с вами свяжется. Да, за полчаса приедьте, а тут мы как бы мы приехали за 40 минут. Ходили, ходили вокруг, никого не было. Да, этот лойер, который в итоге был у Артура, он приехал где-то, не знаю, за 5 минут. Но как бы в конце, в итоге, когда уже он после сюда вышел, он там сам что-то заходил, выходил постоянно. И в общем, когда он уже, еще до того, как Артур зашел в здание суда, у него уже был приговор от судьи. Вот. И он там уже сказал, и говорит, если вы с этим согласны, то давай все, пойдем, ты скажешь, я согласен, там заплатишь какой-то штраф, и все. Но поинты, и пи плюс поинты еще. Ну, и поинты, но не в том количестве, в котором они должны были. Да, должно было быть 6, в общем, убери такое, и кроме права сушек. Должно было быть 6 поинтов, но в итоге он договорился на 2 поинта судьей, и плюс штраф. И criminal record на меня не вешают. То есть, от него вообще избавляют, у меня его не будет. Вот этот misdemeanor, то есть преступление, его не будет. За то, что я водил машину без регистрации. Это страшная тема в США считается. И я это вот только понял недавно. Либо говорит, ты не согласен, и мы еще там кучу раз, они будут все это переносить, мне нужно будет сюда еще много раз приезжать, и тебе тоже. И, в общем, не факт, что еще получится чего-то добиться, он наоборот разослится и скажет, типа, все, давай по полной. Вот. Ну, конечно, Артур разослил, ой, разослил. Согласился. Вот. И дальше все, что я видела, это как они уже зашли обладание суда. Все, больше ничего не бьем. Ну, потому что самое главное, в Асосе Минавале, это criminal record, и поинты 6-7 перевели всего лишь на 2. Это уже очень хорошо. Конечно, оказалось бы, что вообще поинтов не было, а был чисто штраф, и все. Было бы вообще шикарно, потому что по итогу все равно моя страховка теперь поднимется. Ну, как сказать, все относительно. Может, чуть-чуть, может, не чуть-чуть, но поднимется, в любом случае, это тоже неприятно. На несколько десятков в месяц точно поднимется долларов. Здание суда уже Олю не пустили, получается, когда мы согласились на то, что, в принципе, окей, давайте мне эти 2 поинта и штраф. Он говорит, все, согласен, тогда пошли в суд, ты сейчас эту присягу дашь, не присягу, а этот, короче, типа, согласишься с приговором и потом оплатишь уже в окошке. Короче, как там была вообще такая обстановка? Первый раз такое видел, и это реально выглядит прям как в кино. Сидит судья, слева от него 2 офицера. Один из них вообще такой здоровый, кстати, был накачанный, знаешь, такой, высокий такой, знаешь, прям ариец такой, белобрызкий. Ну, серьезно. Я такой, я на него смотрел, судья мне что-то говорят, а я на него так смотрю, думаю, нифига, кася ты качок. Не, шучу, я судью тоже слушал, я его тоже слушал. Ну так, второй степень. Я стою справа, посередине стоит мой адвокат, и с левой стороны стоит еще какой-то человек, я так и не понял, кто это, но, по-моему, человек, который просто что-то записывал и печатал в компьютер. Ну, все данные вносил. Да, про как в кино. И мы вот втроем стоим лицом к судье и 2 офицера, вот с левой стороны от судьи. И, а сзади еще где-то человек 30 просто сидят на стульях. Это все обвиняемые были. Они все ожидали своего очереди, как я понял. Да, они все ожидали своего очереди и просто так все сидели по одному человеку, то есть был стул, это уже, я так понял, из-за ковида. То есть было расстояние между каждым человеком 6 фит, то есть 1,5 метра и сел человек по 20-30 где-то в этом диапазоне. Ну и мы 6 человек там уже, грубо говоря, у трибуны. Адвокат все произнес, всю речь. Если вкратце, то то, что я согласен с этим обвинением, 2 пульта и так далее, все это, судья этого выслушал. Ты его слушал? А? Ты его слушал? Не, я слушал, я просто не все понимал, я так, я же первый раз оказался в этой обстановке, я смотрел так по сторонам, знаешь, серьезно, но я слушал, я пытался понять. Это такая атмосфера, которая не передать словами. Такое ощущение было, как будто меня сейчас будут наказывать, я был на скаме подсудимых. Я отвечаю, такое ощущение было. Кстати, ребята, представляете, прям при нас отношусь, одну женщину вывели из здания суда, посадили машину в избе. Да. Это наручники, все дела. Да, да, да. Прям из здания суда вывели, посадили машину в наручников и уехали. Страшно было, конечно, когда ты видишь такую картинку и не знаешь, и тебе шьют уголовку, в которой я вообще не подозревал, не думал, что такое может быть за то, что я ехал в машине без регистрации. Теперь-то я знаю. Кстати, у меня же второе такое тяпи, надо тоже решать. Надо тоже решать. Это тоже два месяца назад был. Тоже там, и страховка. Кстати, он еще, он помню, а следующий тигет у меня еще будет страховка. Блин, это жопа, короче. Что самое обидное, я это мог избежать. У меня вообще не должно было это быть, если бы Денис нормально обладал страховку и регистрацию. Вот на мою машину все оплачено. Я всегда все своевременно делаю. Это делается раз в год, иногда раз в два года. И все. Ты просто каждый день там платишь эти... За регистрацию стоят сколько там, 50 долларов в районе, да? Каждый год. Сказал каждый день. Ой, каждый год, каждый день. Каждый год. 50 баксов и страховка там по-разному. Из-за Дениса безалаберности вот я получил тоже запрещение. Ну, видишь, тебе адвокат объяснил, что если ты садишься за руль не своего автомобиля, но при этом если там есть такие моменты, как недействующая страховка и недействующая регистрация... Можно все проверять, короче. Да, но для меня это урок на будущее и я надеюсь, что все, кто смотрит на будущее тоже будут знать и понимать, что вот такая вот ситуация может быть. В итоге человек окажется крайним, который просто сидел за рулем. даже не своей машиной. В итоге, да, адвокат сказал свое, судья так посмотрел на меня на ценивающий взгляд. Я прямо сейчас как в литературе как книги буду рассказывать. Ты улыбнулся? Да, я улыбался. Вообще все посмеялись в итоге почему-то. Судья произносит речь и спрашивает, вы считаете себя виноватым в тех обвинениях, которые они мне облегчили? Два поинта и штраф. Ты вырежешь, он будет спросить? Да, да, да. Ну, я надеюсь. Ну, как понимаю, да. Я надеюсь. Вот. Я как раз сразу не понял. Я такой, я пытался понять, что он сказал. И потом судья так на меня, а, не судья, адвокат на меня так смотрит, говорит, скажи, что да, я виновен. Скажи, I'm guilty просто, скажи guilty. Я так на него смотрю и говорю, guilty? Они что-то посмеялись. Я говорю, э-э-э, I'm guilty, like I said. Я так сказал. Типа, да, я виновен, как я сказал, я виновен. Мне было страшно, но я был как-то на позитиве и не знаю, то ли ты предавалась, то ли что, и вот потом понимал, что все закончилось. Как будто он захлопнул мое дело, судья. Это как в фильмах, знаешь? Не будем. Не, не будем. Захлопнул, и все. И мы вышли с адвокатом и говорит, все, закончено, идем через оплачивать. Мы прошли там по коридору в окошко, я оплатил свои карты. Вот. Кстати, особенность в том, что если платишь карты, они с меня еще сверху взяли комиссию 3%. Если я бы заплатил наличкой, то с меня бы ничего, не взяли никакую комиссию. Вот. У меня наличек не было, поэтому карты оплатил. Штраф я заплатил, сколько там было? 243. Сейчас скажу. 243 доллара был штраф за два тикета, получается. Но в итоге не сделали один. Один тикет. Я точно не знаю значения, в итоге, когда вот приду в офис, наверное, не, не приду, позвоню, наверное, завтра. И спрошу вообще, что там отображается в итоге в системе, что мне тут там приписали, какое именно нарушение я совершил, которое они мне приписали. 243 за тикеты, штраф. И 727 еще плюс сверху комиссия вышла. Ну ничего себе. Короче, 250 баксов я заплатил штраф за сегодня. Да. Это жестко просто. Но все равно это гораздо лучший исход, чем могло бы быть. Ну да. Да. Вот. И в конце Артур выходит с этим адвокатом. Адвокат опять такой, ну, я там стояла на улице, он тоже такой, меня типа зовет, нас отозвал. И в конце он уже нормально разговаривает. Вообще. Да, прям как будто вы уже такой братан, знаете. Человек, да. Как будто вот я уже не подсудимый, как будто я уже не этот, не правонарушитель, а вот обычный гражданин, ну, не гражданин еще, Не, обычный, короче, нормально он разговаривал уже в конце. Я думаю, может быть, это у него какой-то, не знаю, тест. Типа он в начале так наезжает, смотрит, как реагирует и поэтому как-нибудь определяет, насколько он с судьей договорится. Вот. Потому что, как мы поняли, то... Они там все кореша. Да, они там все знакомые. Адвокат всех знает по именам. Просто вот мы подошли на кассу, эй, там, что-то, как вы сказали, Барно или что-то там к судье, ну, естественно, по имени обращался. Охранники, которые стояли у входа в помещение, где как раз-таки зал заседания, тоже по именам обращался, кстати. Вот там всех знают, знаешь, прям как свой. Но он нам не сказал, то, что он локал, то есть он местный. Ну, да. На самом деле, я думаю, он все равно молодец, да? Работу свою сделал хорошо. Я не ожидал, что так быстро получится, потому что там люди сидели реально долго. Вот. А окна, знаешь, мы просто прошли. Как будто бы, знаете... Как будто первые зашли, вот как будто, знаешь... VIP-пропуск какой-то. Это когда ситуация, когда двинующая очередь и ты захочешь как VIP. Это вот такое ощущение было. Но я понял, что это еще малая часть того, что предстоит сделать. Четыре тикета отбивать. И нелегкие тоже все. Ну, надеемся, на лучшее. Да. Надеюсь, что... На самом деле, вот теперь надеюсь, что адвокаты попадутся такие же, как этот. Да уж, этот день, эта ситуация вся была очень интересная, забавная, познавательная, самое главное. И очень поучительная. Еще как минимум две ситуации, четыре такие ожидают. Ну, с тикетами, четырьмя, которые ожидают. Вреди. В два раза будут по два тикета, поэтому два случаях. Как минимум. Так что, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, а также жмакайте на колокольчик. Таким образом, вы будете видеть те самые интересные видео первыми, как только видео будет уходить, у вас будут уведомления. Так что колокольчик очень важен. Также подписывайтесь на мой инстаграм. А на мой? А на твой не надо. На его не подписывайтесь, у него и так уже много подписчиков. Подписывайтесь на мой. У меня меньше. Подписывайтесь на канал Дура У него Кубани Дура Все, увидимся с вами завтра Ну или Когда будет ближайшее видео Завтра работа Кстати, завтра здесь работа, но я больше не хочу Ставиться за руль без регистрации И что делать? Я не знаю, скажу Тенчику, типа Тенчику Регистрация must have просто должна быть Ладно, все, это уже лишнее Увидимся с вами завтра, пока Он был лысо, судья Лысо, his brothers